Здравствуйте, уважаемые зрители! Вам, наверное, знаком тот факт, что первые 30 секунд видеоролика играют ключевую роль. И если в этот промежуток времени во вступлении допущены серьезные ошибки, то зритель, возможно, не захочет смотреть видео и даже уйдет с канала. Поэтому очень важно знать ТОП-10 ошибок, которые допускаются во вступительной части ролика. Ну и, конечно же, мы поговорим о том, как не допускать этих ошибок. Уважаемые зрители, как вы думаете, какая ошибка является такой самой главной, ключевой? Ну, если сказать просто, это недопонимание важности вступления. Да, знаю. На первый взгляд звучит очень банально, но интересно, что ученые провели исследование, согласно которому до 40% наших действий обусловлены привычками. А значит, у автора даже с опытом могут быть какие-то устоявшиеся стереотипы. Ну и нам, людям, честно говоря, тяжело так посмотреть на себя со стороны. Поэтому отсюда же и берутся, к примеру, слишком длинные интро, которые раздражают зрителей, или же общие фразы во вступлении, какая-то шаблонность, которая переходит от одного ролика к другому, хотя, возможно, их тематика разнится. Поэтому очень важно, чтобы автор на YouTube мог посмотреть на себя со стороны. Ну или имел хотя бы хорошего друга такого, который мог бы непредвзято и прямо дать ему сын. А из первой ошибки вытекает вторая. Вступление не заинтересовывает зрителя. Здесь могут быть и подобраны хорошие слова, продуманность. Но очень важно не только то, что мы говорим. Очень важно то, как мы это делаем. Поэтому, если во вступлении нет воодушевления, жестикуляции, убежденности, то это может не затронуть, так сказать, сердце зрителя, не зажечь что-то огонек, и он не захочет смотреть. Но опять-таки нужно понимать, что для разных роликов есть свои разные подходы. Мы не будем здесь как-то обобщать. Ошибка номер три. Отсутствие конкретики. Чтобы это понять, давайте рассмотрим два видеоролика. К примеру, один пусть называется «Успешное использование Windows 10». Ну, сразу понятно, что речь идет об операционной системе. Но вопрос. Вот эта фраза «Успешное использование». Что автор хотел вложить в эти слова? Какой смысл подразумевает? Оптимизация, установка программ, или же подбор железа под эту операционную систему? Тут стоит только догадываться. Но если видеоролик, скажем, называется «Разрешено ли использовать Windows 10 без активации?» Ну, это уже другой вопрос. Потому что видно, что в ролике поднимается проблема лицензирования данной операционной системы, а не оптимизации или чего-то другого. И таким образом мы экономим время зрителя и проявляем к нему уважение. Ошибка номер четыре. Отсутствие практичной информации о выступлении. Потому что мы все прекрасно понимаем, что сегодня очень многие люди прагматичны. И часто, не задумываясь, мы как бы внутри себя задаем такой вопрос. А вот что мне это даст? К тому же, согласитесь, что у всех нас сегодня напряженный ритм жизни. Поэтому time is money. Но если во вступлении есть практичная информация, которая решает проблему зрителя, то есть, образно говоря, ролик отзывается на ту боль, которого у него есть, то такое видео зритель посмотрит гораздо похоже. Ошибка номер пять. Вытекает из ошибки номер четыре. Называется «Не учитывается потребности аудитории». Такое нечасто можно заметить на каналах, которые заточены под какой-то определенный круг людей. Ну, скажем, детские развлекательные каналы. Получается, от ролика к ролику автор все больше узнает свою аудиторию, и у него уже на подсознательном уровне получается чувствовать то, что интересует аудиторию, и как подать информацию, чтобы она затронула его зрителя. Но если канал рассчитан на широкую аудиторию, то здесь, опять-таки, сам того не осознавая, блогер может не учитывать некоторые потребности. Чем это может быть вызвано? Тем, что аудитория данного блогера может отличаться от него по полу, возрасту, социальному какому-то статусу, месту жительства, город или деревню, или другим фактором. Поэтому, если вы снимаете ролик, например, вы мужчина, а он предназначен, скорее всего, в большей степени для детей, или женщин, то было бы неплохо поинтересоваться у тех знакомых, которые входят в эту аудиторию, и спросить мнение об этом ролике. Или же постараться подумать, а если бы я был на месте своего зрителя, то каким бы я хотел видеть видео? Какую бы подачу информации, я бы приветствовал. Ошибка номер 6. Неуважительное обращение к зрителю. И к радости хочется сказать, что большинство блогеров избегают данной ошибки. То есть, многие из вас относятся к зрителям с уважением, пониманием. За это хотелось бы поблагодарить вас и похвалить. Очень приятно, когда ты включаешь канал и видишь себе уважительное обращение. Но не всегда такое бывает. И здесь стоит отметить, что не обязательно речка касается лексикона, каких-то, может быть, фраз, выражений, которые могут задеть зрителя, скажем так. Даже сама манера держаться перед камерой, поза, жесты и многое другое из такого рода, оно может показывать, что автор как-то не уважает свою аудиторию. Как-то может относиться, не то чтобы пренебрежительно, но не учитывает как минимум ее интересы. Конечно. Ради справедливости стоит сказать, что есть каналы, даже которые имеют много подписчиков, где блогеры ведут себя своеобразно. Но, опять-таки, нужно учитывать это благодаря тому, что технологии прошли вперед, и, по сути, каждый, кто имеет гаджет на андроиде, он имеет и аккаунт на ютубе по умолчанию, количество пользователей и ютуб постоянно увеличивается, то у таких идей есть своя целевая аудитория. Но, лично говоря, если бы я увидел неуважительное обращение ко мне, я бы не стал смотреть дальше роли. Это личное дело каждого. Ошибка номер 7. Отсутствие улыбки. Казалось бы, ну какая разница, улыбаясь и зрителям, или у меня серьезное лицо, но тут важно помнить, что улыбка, она играет очень важную роль. Она располагает в себе человека. И когда мы улыбаемся, то другой положительно воспринимает нас. И как бы у него в подсознании срабатывает, что этому человеку, наверное, можно доверять. И, возможно, он не хочет сказать что-то хорошее. Поэтому улыбайтесь как можно чаще. Если это, конечно, не будет восприниматься как сарказм или насмешка. Ошибка номер 8. Отсутствие вопросов. Сразу хочу ради справедливости сказать, что есть немало роликов с хорошими выступлениями без вопросов. Но что теряет автор, если не использует вопрос? Во-первых, вопросы создают ощущение диалога, что зритель как бы с ним разговаривает. Во-вторых, они могут заинтриговать, даже риторические вопросы в том числе. Они помогают поразмышлять. Они дают возможность сконцентрироваться на какой-то проблеме, которая будет решена в этом видеоролике. Поэтому, говоря другими словами, вопросы заинтересуют зрителей. И благодаря им они, возможно, дольше будут смотреть видео и даже досмотрят его до конца. Поэтому используйте вопросы. Но опять-таки мы здесь понимаем, что не нужно превращаться в следователя. И они должны быть тактиками. Ошибка номер 9. Не пересматривать вступление по завершению работами на сценарии. Бывает такое, что автор придумал вступление, потом он делает ролик, что-то меняется, он добавляет какие-то элементы, какие-то детали выбрасываются. Потом ролик снимается, вступление тоже. Интересно, что довольно часто композиторы, когда пишут какую-то мелодию или же песню, они вступление придумывают в последнюю очередь. Чаще всего. Потому что берут во вступление элементы из самого музыкального произведения. Поэтому было бы полезно, когда у нас уже готовый сценарий или мы, возможно, на черновую отрепетировали свое видео без записи, подумать, а не стоит ли что-то подкорректировать во вступлении. Ошибка номер 10. Резкий переход от вступительной части к основной. Такое может быть, если вступление затянуто и не имеет оптимальной продолжительности. Но, как правило, если учитывать все вышеперечисленные советы, то переход от вступительной части ролика к основной будет происходить незаметно и плавно. Своего рода, как опытный водитель, незаметно трогается с места и набирает скорость. Давайте с вами подведем итоги. Что полезного мы узнали? Первое. Вступление играет ключевую роль. Второе. Очень важно тщательно продумывать слова, отшлифовывать вступление. И для этого лучше всего подходят короткие и простые предложения. Поэтому хорошее вступление будет целостным и связным, если мы имеем цель, переходим к тему методично, последовательно и заинтересовываем слушателей. Надеюсь, это видео принесло вам пользу. Пожалуйста, оцените его. Мне очень нужен ваш фидбэк. И если я увижу, что эта тематика интересна зрителям, то я буду и дальше снимать ролики о том, как ораторское искусство связано с продвижением на YouTube. Спасибо большое за то, что просмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и до новых встреч на YouTube! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...